МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бекина и взрывы в Белгородской области. В Давосе стартует экономический форум «Без России». Мы должны защищать наших граждан, мирных жителей от российских ракет. Вы видели, что происходит в Днепре? Это терроризм, это геноцид, убивать невиновных, детей, женщин, стариков, мирное население. Прогноз на развитие российских отношений с миром от Кадырова. Пусть нас всех не станет, мы попадем в рай, а не в ад. Спасибо, что вы с нами. Смотрите нас, подписывайтесь, можно еще ставить лайки и оставлять комментарии. Тогда мы будем знать ваше мнение обо всем, что происходит. И тогда это видео будет видеть большее количество людей. Спасибо вам за доверие. Начнем. В Днепре увеличилось количество жертв ракетной атаки пожилому дому. Об этом пишет мэр города в своем фейсбук. Уже 44 человека погибли. Из-под завалов достали тело еще одного ребенка. Я считаю, что Украина должна отвечать на подобные удары. Отвечать, прежде всего, по ударам по энергетической структуре оккупантов, по энергетическим объектам на их территории, для того, чтобы они чувствовали. То, что касается конкретного ответа тем преступникам, которые совершили, военным преступникам, которые совершили данное преступление. Есть много различных мировых практик. Особенно в этом плане продвинулся Израиль. Мы знаем, что в Израиле были в свое время организованы такие параллельные негосударственные структуры, как фонд, бюро возмездия, которые в свое время осуществляли возмездие за геноцид евреев, фашистами. То же самое сейчас делает Россия. Это, по сути дела, геноцид украинской нации. Ракетная опасность, опасность обстрелов растет. Одновременно Россия выводит в море большое количество кораблей и подводных лодок. Всего шесть носителей ракет сейчас на боевом дежурстве в Черном море. Протягом дня вчера подводный човен, в частности, отводил пункт базирования. И это целиком может свидетельствовать о дополнительное пересторяжение. Это означает, что сегодня мы оценим загальный залп ракет на бортах всех шесть ракетоносеев, которые сейчас перебывают на боевом дежурстве в Черном море, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной, что это целиком имоверно, потому что находление в море, на боевых позициях, споряджение и такая количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак. А самое большое количество ракет, самый большой суммарный залп с начала вторжения России под своим флагом – 48 ракет. То есть недалеко от рекорда, если это можно так назвать. Суммарный залп – это количество ракет, которые можно выпустить сразу, опустошив весь боевой запас. Так, конечно же, не происходит, но потенциально количество ракет именно такое. Главная цель Вооруженных сил Украины, по мнению россиян, видимо, захватить Шибекина Белгородской области. Количество якобы обстрелов этого мегаполиса сегодня выросло по заявлениям белгородского губернатора, который говорит, что пострадавших нет и повреждены линии электропередач. Еще одно событие в Белгородской области – граната взорвалась в военной части и начали детонировать боеприпасы. В результате погибли уже семь военнослужащих. Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович написал заявление на увольнение. После резонансных комментариев о попадании ракет в жилой дом в Днепре, когда за его слова о том, что в дом прилетела якобы сбитая украинской ПВО ракета… Пришлось долго объясняться военным и представителям воздушных сил. Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения, принципиальная ошибка, значит, в отставку. Не первое такое действие. Примерно год назад он уже подавал заявление, но ничего из этого не вышло. В чем функция нахождения Арестовича на должности, как и в чем функция самой должности советник Офиса, нам еще предстоит понять. Так вот, я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения следующим людям. Первое – родственникам и близким погибшим. И пострадавшим. Второе – жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию, это трагедия для всех нас, но для Днепра это особая трагедия, и которые слышали один взрыв и знают, что ракета была одна, и которые очень многие лично восприняли мои слова. И третье – всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже дели, и люди почувствовали задетым личным. Я даже не хочу сейчас избираться причиной наследственных связей, виноват, не виноват, оговорился, не оговорился, вставил правильные оговорки, не вставил. За деле я хочу без того травмированным войной людям принести свои изменения, извинения, реальные извинения. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил в интервью Суспильному, что президент подписал таки заявление об отставке Алексея Арестовича. Создать новое военное территориальное объединение планирует министр обороны России. Путин решил увеличить численность войск до полутора миллионов, а Шойгу принялся исполнять. А исполнять он умеет. Обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структур, компонентов вооруженных сил. Создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский, Ленинградский и военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации. Усилить боевую составляющую военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Посоздавать новые военные формирования и объекты на территории РФ и оккупированной территории. Вот что это значит. Как это можно сделать? Варианта, как всегда, два. Лепить из тех, кто есть, или проводить мобилизацию. Как думаете, какой вариант проще? Пишите ответ в комментарии, интересно знать ваше мнение. Я сюда еще добавлю, что запорожский гауляйтер Рогов, почему-то именно он, а не, скажем, Песков, анонсировал на 18 января очень важное обращение Путина по теме, как они называют войну, специально военной операции. Ежегодный экономический форум, который стартовал 16 января в Давосе, проводится в этот раз без россиян. Продлится он до 20 числа. Ну и как россиянам присутствовать там, где будут говорить о поддержке Украины, как им быть на экономическом форуме со своей закрытой и теперь уже военизированной экономикой, и правда, непонятно. Мы получили сейчас намного больше поддержки, но ее недостаточно. Честно говоря, недостаточно. Потому, что мы довольно долго говорим об артиллерии, говорим о танках, самолетах и этой дискуссии. Эти обсуждения занимают слишком много времени. Я вам говорю, что нам нужны противоракетные системы. Мы должны защищать наших граждан, мирных жителей от российских ракет. Вы видели, что происходит в Днепре? Это терроризм, это геноцид, убивать невиновных, детей, женщин, стариков, мирное население. Немногим позже Кличко в своем телеграм написал, что некоторые договоренности таки достигнуты. В частности, с вице-канцлером и министром экономики Германии. Это один человек. Про передачу вооружения. Ждем. И это вот больше про сигнал, про то, что вот этот барьер разрушен наконец-то именно по поводу танков западного образца. Челленджер-2, это тяжелый танк с достаточно большой броней. Лобовая броня, в общем-то, не пробивается снарядами танков российского и советского производства еще. Да, их пока немного. Я думаю, что это больше даже не наступательный танк, хотя это наступательное оружие, но больше для прикрытия, потому что это тяжелый, не совсем маневренный танк. Но, снова-таки, повторюсь, главное, что это сигнал больше той же самой Германии в предоставлении нам леопардов как основного боевого танка и НАТО, и стран Европы, и их достаточное количество в странах Европы. Заявления мы оттуда услышали уже разные, но большинство из них касалось такие Украины. Тема форума в этот раз звучит «Сотрудничество в раздробленном мире». Этот режим, Лукашенко не уверен в своем народе, он даже не уверен, что если он введет белорусские войска или армию вместе с российской армией в Украину, то белорусский народ не переметнется на другую сторону, не спрячется, не предаст его. Вот почему этот статус-кво удобен для Лукашенко и удобен для Путина. Сомневаюсь, что возможен удар с суши, но ракеты могут быть запущены с территории Беларуси в любой момент. Путин также знает, что белорусский народ против Лукашенко, и это возможное участие белорусских войск может привести к непредсказуемым последствиям. Глава ОБСЕ прибыл в Киев и встретился там с президентом Украины. Вместе с ним прибыл глава МАГАТЭ. Похоже, дипломатический десант продолжается. Надеюсь, вопросы будут решаться так же скоро. А вопросы важные. Сегодня, как никогда, миссия очень важная, поддержка миссии. Но самое главное, на мой взгляд, нам нужны прорывы в деятельности ОБСЕ. Особенно в вопросе депортации детей, женщин, граждан Украины. Примусовая депортация. Все это началось в начале полномасштабного вторжения, с 24 ноября. И как же мы без прогнозов от Кадырова? В принципе, основной путь развития Российской Федерации намечен. Россия, да, великая держава, ядерная держава. Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. В номинации «Лучшая роль второго плана» побеждает вот этот вот человек, который каской защитил самое дорогое. Проект «Цифровая забота» у нас – это вот колонки, да, которые ставятся в комнатах маломобильных ветеранов. Я думаю, что здесь мы весь дом оборудуем как бы уже цифровыми сервисами. То есть это колонка, которая может и песню спеть, и телевизор включить, и окно открыть, и шторку задвинуть, открыть. То есть вот я попросил коллег, исходя из того, что опыт очень позитивный, всем нравится, ветеранам, как бы, когда такая техника стоит здесь, уже сделано. Жду ваших комментариев. Спасибо, что смотрите. Не забывайте поставить лайк и подписаться, если этого еще не сделали. Это важно для нашего развития и для того, чтобы вы были в курсе. Ну а пока у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok